Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Разворот» в студии Оксана Антоненко, звукорежиссёр Евгений Копийнов. В гостях у нас Элита Круминя, государственный контролёр. Добрый день! Добрый день! Ещё раз напомним, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите на видеочате на портале MixNewsLV. Все каналы связи работают, так что присоединяйтесь. Давайте, может быть, начнём с того, какой на данный момент период у госконтроля. Мы говорили об этом до начала передачи. Передачи, то есть сейчас у вас затишье, вы готовите к выпуску новые сообщения, или, может быть, намечаете, что исследовать в этом году, или что сейчас происходит? Ну, затишье у нас не происходит вообще никогда, потому что, если даже мы не говорим о ревизии, которые уже закончились, ревизии проходят, и результаты мы по нашему уже графику публикуем. Такие наиболее, которые, ну, такие ревизии, которые закончатся, но скоро, это будут ревизии об обслуживании домов в самоправлениях, это будут ревизии, которые тоже касаются, ну, например, работы управления в Саудовском самоправлении, ну и другие ревизии. Ну, а последнее ваше заявление относительно декларации должностных лиц у многих, наверное, удивили. Там говорилось о том, что не совсем эффективно, нельзя проверить данные, которые указаны в декларации. Вообще, в принципе, вот из этого сообщения я даже не поняла, зачем нам нужны эти декларации должностных лиц, если мы ничего, в принципе, не можем проконтролировать, в том числе проверить ту информацию, которая там указана. Между тем, даже на основании этой информации у нас иногда разгораются такие нешуточные скандалы. Вспомним хотя бы историю с СГД. Вы бы не могли напомнить нашим радиослушателям, в чём, собственно, проблемы с декларациями должностных лиц? Ну, я думаю, что вы задали очень правильный вопрос, зачем нам заполнять декларации, если правдивость не проверяется. Но насчёт этого у нас была такая довольно, ну, такая дискуссия с САМИ, где отдельные политики считают, что всё равно это эффективно, что хватает только того, что эти декларации заполняются, что у нас, ну, установлен довольно такой широкий спектр чиновников, которые должны эти декларации подавать, и хватает того, что они заполняются по форме, и они публикуются, ну, там, установленные сроки. И то, что проверяет, то вид, проверяет то, что они заполнены по этой форме, что они сданы, ну, в установленном времени. К нам тоже проверяют только, ну, такие уже, ну, наиболее высшие чиновники, это примерно где-то 120 проверок в год. Но мы считаем, что это, конечно, неправильно, потому что, ну, есть, какой смысл есть добиваться того, чтобы, ну, все заполняли эти декларации, если не происходит, ну, проверки, ну, как правдиво заполнены эти декларации. Мы не говорим, что должны проверяться стопроцентно все 56 тысяч деклараций, но то, что должно делаться, и то, что делается в других странах, должна делаться такая выборочная уже, ну, выборка, и там смотреть, конечно, на те рискованные, более рискованные группы чиновников, которые должны проверяться досконально. И, конечно, тоже вот последняя уже информация, которая и медиах, ну, говорилось о, ну, таких возможностях нарушения и о неправильном, ну, нелегальных доходах, которые есть, ну, у чиновников, ну, это подтверждает. А вы упомянули тот факт, что КНАП все-таки что-то проверяет. Что именно проверяет КНАП, каким образом, и что это за высшие чиновники? Ну, это, думаю, такой список, который включается, ну, высшие чиновники, ну, государства, например, наверное, и я, которые проверяются, ну, они проверяют, как я понимаю, больше, ну, со стороны, ну, соблюдения, соблюдения, ну, конфликта интересов, соблюдается ли этот параметр, да, и, ну, они используют декларации, чтобы, ну, проверять, ну, может быть, какие-то другие еще свои дела. Но это тоже такой неполный, неполный подход к проверке. Но то, что позитивно, то, что после нашей ревизии, я уже сегодня читала в газетах, мы тоже давали рекомендации, чтобы уже в конце концов, ну, было получено такое понятие с обеих сторон, с вида и КНАП, кто же должен проверять, потому что этот разговор между этими институциями уже длится много лет. Никто не хочет брать на себе эту ответственность, что именно он ответственный за порядок, за проверку декларации, потому что, ну, в нормативных актах это не, ну, так неясно сказано. Но сейчас этот вопрос актуализировался, ну, я думаю, что, ну, вскоре мы все-таки поймем, в которой институция ответственна, и эти декларации будут проверяться по существу. А давайте вернемся на несколько шагов назад. И для наших радиослушателей, напомню, в декларации должностные лица указывают, что и зачем. Ну, по идее, как бы, нам это зачем надо? Ну, идея, почему это делается, это один из видов уменьшения коррупции, это тоже информируется общество, ну, это чтобы общество тоже могло следить за того, что чиновники, ну, работает совестно, если так можно сказать. То есть, условно говоря, в декларации должностные лица указывают, сколько они заработали за год, какая у них недвижимость есть, какие у них есть долги. Учитывая, что зарплата в госучреждениях публично, мы можем, в принципе, это сравнить. Да, но и то, что делает вид, они реагируют тогда, если, например, член общества прочитал декларации, увидел, что, ну, там, может быть, что-то не так, он сообщает, пишет жалобы, и тогда уже вид проверяет. Но это, ну, конечно, это можно и надо делать, но надо и другой такой более систематический подход там сделать, и уже на основе рисков делать уже такой более эффективный систематический, ну, подход, проверка. Подождите, а вот даже чисто теоретически, если декларации нужны для того, чтобы сократить риски коррупции, и, к примеру, чиновник указывает, что у него наличными хранится там 10 тысяч евро, условно говоря, мы не знаем, сколько на самом деле вид не проверяет, и, в принципе, там может быть и 100 тысяч, и 200 тысяч, это же невозможно доказать в принципе. Вот какой смысл в этом? Ну, как? Ну, я думаю, что то, что делает, например, что может делать вид, он, у него, у вида есть системы, которые, информационные системы, где можно уже анализировать, какие есть доходы у чиновника, какие есть расходы. И если там получается одно несовпадение, да, тогда уже первый вопрос, ну, откуда появились эти доходы, да? И если там нет, ну, обоснования такого уже, которым можно поверить, что он, ну, не знаю, где он получил, ну, например, сейчас очень, как я поняла, ну, модно, что вот есть тестаменты, и матери там подарили, и то остальное, ну, тогда тоже это должно проверяться, если действительно это так. Подождите, но ведь если чиновник взятки, условно говоря, берёт наличными деньгами, он их складывает у себя дома под кроватью и не указывает их декларации никаким образом, то мы же не можем этого проверить. Ну, да, но он складывает, складывает, а потом он что-то покупает, и где-то, где-то, например, если у него декларация и появляется, что он, ну, не знаю, там, купил дом или какую-то другую там дорогую вещь, тогда есть вопрос, откуда он получил. А он может этого не написать, декларацию, что он купил дом, например? Ну, тогда это должно проверяться, потому что есть же… А это никто не проверяет. Не проверяю, потому что есть возможность. То есть, ну, как, например, посмотреть во всех регистрах, проверить, какие у него имущества и другие ценные вести, это же можно делать. Подождите, а почему этого не происходит как-то, ну, если не совсем автоматически, то как-то более или менее? Потому что есть земельная книга-регистр, есть огромное количество регистров, и я так предполагаю, что у чиновников, в отличие от простых смертных, может быть, и бесплатный, в общем-то, подход ко всем регистрам. Почему это не происходит автоматически? Ну, я скажу так, там, наверное, не было такое большое политическое желание, потому что этот ссор, который организация ВИД или КНАБ должен проверять, уже длится, по-моему, лет, ну, 10, может быть, нет, но очень долго. И когда ни одна из этих институций не ответственна, это не делается, но то, что должно было делаться, если вот есть политическое желание, тогда установить именно, что кто проверяет. Но пока это не хочется, но и не делается. Ну, а есть возможность проверять это всё как-то автоматически? Вот вопрос всё-таки изучали, чисто с технической точки зрения, так можно? Я думаю, что очень многие вещи можно проверять, потому что, ну, насколько я знаю, в виде тоже существуют разные программы, которые уже анализируют, ну, и доходную часть, и расходную часть, где они сопоставляются, и, ну, выводятся, вот, например, те лица, которые уже, ну, как подозрительны по своим всем параметрам. Так что можно делать, если уже задать конкретной институции это делать и это хотеть задать. А на данный момент такого ответственного нет? Нет, но наша рекомендация после нашей ревизии такова и была, что надо уже установить, которая институции что проверяет. А депутаты САИМа вам как-то объяснили отсутствие ответственного лица за проверку декларации? Своих в том числе, я так понимаю. Ну, депутаты не объяснили, я уже говорила, ну, были депутаты, которым казалось, что и та система уже хороша, что просто есть, ну, вот эти формы, что они заполняются и публикуются. Но я хочу сказать, что именно тоже после последних уже этой информации, которая касается уже, ну, работников правовых структур, ну, я думаю, что это пошло в ту сторону, чтобы уже этот ответственный уже установился. А каким образом вы собираетесь добиться прогресса в этом направлении, если, в принципе, ни одна из сторон, которые должны решать эту проблему, не заинтересована, вроде как бы чисто теоретически, я имею в виду, в ее решении. Не из ГД, которая, может быть, сотрудника, которого, возможно, сами, может быть, иногда бывают теоретически нечисты на руку. А также, в принципе, и КНАП, наверное, тоже не совсем святое заведение, и те же депутаты Сейма, которых, в общем-то, и надо было бы проверять, и все эти люди ответственны за то, чтобы эти проверки проводились. Но они вроде как бы с личной точки зрения в этом совершенно не заинтересованы. Ну, во-первых, мы дали свои рекомендации, мы будем следить, чтобы она выполнилась, и мы это делаем, ну, настойчиво и следим за это. Но последняя информация, которая у меня есть, что руководитель ВИДА уже назначила встречу руководителям к нам, где уже конкретно договариваться, ну, как распределить эту ответственность, и как это будет делаться. Так что это уже есть такой хороший шаг вперед. А у вас есть уверенность в том, что сотрудники СГД будут тщательно проверять эти декларации, если они все-таки начнут этим заниматься? Например, своих же коллег. Ну, я скажу так, ну, конечно, всегда риски есть, но я думаю, что надо начинать, и если ВИД, ну, как судя по объяснению руководителя, ну, идет в тот путь, что они хотят, ну, стать чистыми, прозрачными, ну, я буду надеяться, что так и будет. Ну, конечно, но риски всегда есть. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый день. Алло, здравствуйте. Добрый день. Хотел узнать насчет декларации, да, если вот, ну, проверять и реально найти их при желании. Так, сорвался у нас звонок. Попробуйте еще раз. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите на видеочате на портале Микс Нью Слэ. Попробуйте еще раз. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А я хочу спросить вашего гостя по поводу вот этого последнего скандала и вот этого полицейского вид, и вот то, что сын там имеет, и как это прикрывалось. И ведь вы прекрасно знаете, что была нулевая декларация, и если они получили полмиллиона наследства от мамы, то это должно было быть задекларировано. И вообще, как это расследуется, и опять, наверное, все это заглохнет, или все-таки будут какие-то санкции. Спасибо. Спасибо. Ну, я могу сказать, конечно, если говорить об этом конкретном случае, если у человека были такие уже, ну, большие деньги, он был должен заполнить эту нулевую декларацию. Ну, как можно понять, по той информации, которая была в медиах, она не заполнялась. Но это уже теперь работа уже тоже и правовых органах, да, которые должны проверить. Я поняла, что тоже, ну, внутренняя служба вида тоже будет заниматься этим вопросом. Так что я думаю, что это, конечно, должно расследоваться самым строгим образом. Давайте мы сейчас прервемся на новости и рекламу. Вернемся буквально через несколько минут. Не переключайтесь. На балткоме разворот. Добрый день, еще раз в эфире «По-прежнему разворот» в студии Оксана Антоненко. В гостях у нас сегодня Элита Круминя, государственный контролер. Добрый день. Добрый день. Давайте напомним еще раз телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале MixNews.ru. Обсуждаем сегодня работу госконтроля и вот последние нашумевшие заявления этой организации относительно декларации должностных лиц. Как мы говорили за эфиром, вы хотите изменить законодательство таким образом, чтобы можно было более строго, скажем так, наказывать чиновников, которые тратят деньги незаконно. Как продвигается? Ну, я немножко, может быть, объясню, потому что если мы в наших ревизиях констатируем факты, что или незаконно истраченные государственные деньги или деньги в самоуправлении, то что происходит? Да, происходит то, что, ну, этих чиновникам там взыскиваются, ну, там, разные, там, немножко такие санкции, но то, что не происходит, не происходит вот возврат этих истраченных денег в государственный бюджет или бюджет в самоуправлении. И потому государственный контроль Латвии подготовил изменения в законе, где уже смысл таков, что сначала мы даем уже возможность самой их высочетающей институции уже потребовать возврат этих незаконно истраченных денег в бюджет от, ну, личного кошелька этого чиновника. Если это не происходит, тогда это уже делает государственный контроль. И мы считаем, что это тоже такая... В смысле делает? Из-за своего бюджета, что ли? Нет, нет, нет. Мы уже выдаем административный акт, где мы уже требуем от этого конкретного чиновника, чтобы он возвратил в государственный бюджет или бюджет в самоуправление эти незаконно истраченные деньги. И мы считаем, что это будет и такой превентивный аспект, потому что если уже что-то касается частного кошелька, тогда, наверное, это уже человек начинает задумываться, стоит ли там делать незаконные действия. Насколько я понимаю, такого, так скажем так, классификации, как незаконные истраченные деньги, они попадаются довольно редко. Чаще бывает нехозяйственное израсходование, еще какое-нибудь неправильное, там не совсем соблюдение, не совсем полное соблюдение. Насколько много и часто чиновники тратят именно незаконно, вот о чем вы говорите? Ну, я думаю, что незаконно тратят довольно много, потому что есть тоже... Примеры можете привести в последнюю практику? Ну, например, мы провели порядок в Бродсенском самоправлении, где мы видели, что перечислялись деньги на личные конты, якобы маскируя это за платы, за коммунальные услуги, да, мы не могли найти обосновательные документы тоже, которые обосновывают разные расходы и так далее. Тоже другой пример, когда выплачиваются разные, ну, не знаю, премии или доплаты, ну, заработные платы, которые не установлены нормативными актами. Но все это незаконное действие. А вот, например, когда клубнику покупают за 20 евро килограмм, это незаконные или все-таки нехозяйственные? Ну, клубнику, это, конечно, если смотреть по закону, который говорит о использовании публичных средств, то там тоже, конечно, есть норма, которая говорит, что руководитель институции, ну, всегда должен заботиться о том, что, ну, растраты были целесообразны, да, но тогда, с одной стороны, там и не соблюдается этот закон, который уже говорит, что должна, ну, быть целесообразна, используя, но это, конечно, более такой, ну, вопрос о целесообразности, да. То есть это нельзя назвать незаконными выплатами? Ну, я бы сказала, что это, ну, такая целесообразность, потому что тогда уже рассматривается, ну, надо было бы такие вот клубники там кушать, да. А есть ли у вас статистика за прошлый год, например, потому что мы часто слышим о том, что нарушение то здесь, то там, но очень редко слышим о том, чтобы кто-то был уволен или, тем более, не знаю, чтобы был вынесен приговор о, там, тюремном заключении или каких-то больших штрафов. Вот насколько часто, много и в каком размере были наказаны чиновники, допустим, в прошлом году? Сколько дел удалось довести до суда из тех, которые должны были бы туда дойти? Ну, я там разлю на две эти стороны, потому что в 2014 году было принято изменение в законе, который уже после нашей ревизии, ну, устанавливает такое уже требование в состоящей организации провести расследование этих чиновников. И там есть большой прогресс. Если мы посмотрим эти вот уже годы после изменения в законе, то этот объем там увеличился, ну, на два раза. Так что это идет, ну, лучшие стороны. И, ну, там было где-то, по-моему, 55 уже расследований, которые провелись против чиновников. И эти меры, которые были, ну, установлены против них, там самые разные уволнения, пизы, выговоры и другие. Если мы говорим уже такими, ну, самыми тяжкими нарушениями, которые уже есть, криминальная ответственность, то за прошлый год, по-моему, это цифры таковы, что три дела находятся в суде, и шесть, шесть уже тоже есть, уже применен криминальная ответственность. Но я считаю, что тоже в этих обоих случаях... То есть вынесен приговор. Да, да. Но я считаю, что в этих обоих направлениях мы должны, ну, проводить и больше такую работу, потому что, ну, не во всех случаях, ну, мы достигаем тот результат, который мы хотим, потому что, ну, чтобы привлечь криминальную ответственность, там требуется, ну, и, например, ну, такие уже, должна достигаться уже эта сумма, которая, ну, соответствует криминальной ответственности, там уже тоже должны быть затронуты другие интересы и так далее, и так далее. Это не очень легко. Но вот самый строгий приговор, который был вынесен в прошлом году, например? Ну, самый строгий приговор, по-моему, был условный приговор, там не было. Условный срок. Да, условный срок, да. Который был, по-моему, если я не ошиблюсь, который кассир, ну, взял, взял деньги из кассы. И какая там сумма была? 13 тысяч евро. И эти 13 тысяч остались у кассира? Ну, нет, нет, там было уже тоже востребовано эти деньги возвращать. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый день. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Я понимаю, что советская система никуда не делась. Страдают стрелочники. Их сажает кассир в данном случае. 13 тысяч. Условный срок. Это прекрасно. Вот, скажем так, человек забрался к кому-то в квартиру, украл тысяч, он будет сидеть в тюрьме. Если он украл у государства 100 тысяч, он не просто в тюрьме сидеть не будет, а его даже судить не будут, потому что 9 дел на все государство. Это, конечно, смешно. И еще такой вопрос. Вы вправду верите, что клубника за 20 евро – это не воровство государственных денег, это не мошенничество, не уголовно преследуемое деяние? Вы знаете, ну, совершенно как-то удивительно все это слышать, потому что очевидно и всем понятно, что это воровство. Спасибо. Ну, я начну с последнего вопроса, потому что, ну, под нашим законом, ну, уголовно 20 евро – это не считается. Там должно достигаться уже тысяча, чтобы это уже было уголовное. И там эта проблема, о которой мы переговаривали тоже с юристами, это, конечно, такая диспропорция, как государство смотрит на, ну, так скажем так, кражу в частном и кражу в публичном секторе. Потому что это и правда, потому что если в частном секторе там воруют одну булочку почти, там уже какое-то наказание. На публичный сектор, к сожалению, тоже со стороны уже правовых органов и тоже, смотря по нашим законам, это отношение, к сожалению, более такая, ну, снисходительная. Там должна, там эта сумма должна быть уже довольно высокая. То есть, смотрите, насколько я понимаю, для того, чтобы наступила уголовная ответственность, чисто теоретически, вот этот объем денег, он должен достигнуть какой суммы? По-моему, если не ошибаюсь, это было 4 тысячи евро, но я могу… А если 4 раза по тысяче в течение года, то это как бы не уголовная ответственность? Ну, там тогда и расследуется конкретно, который виновный, ну, так надо смотреть. Вот по поводу стрелочников упомянутых, а как вы выходите из ситуации, когда вы абсолютно точно понимаете, что вот человек, который подписал вот этот документ, который вроде как бы несет ответственность и виноват, он, в общем-то, не главный, как он называется, бенефициар, что ли, не главный получатель выгоды и, в общем-то, не тот человек, который эти деньги получает, что, возможно, реальная ответственность должна лежать, ну, к примеру, на министре или на руководителе учреждения, который вот просто вынуждает иногда своих подчиненных подписывать эти документы и, ну, условно говоря, подставляться. Ну, скажем так, если мы смотрим на ответственность, то у нас есть закон, что вообще-то чиновник не должен начинать политическое воздействие, да, что он должен выполнять свои обязанности, ну, получим своему сумению и добросовестно, и качественно, да. Ну, мы же все понимаем, что бывают премии, которые иногда хочется получить тому или иному чиновнику, иногда страшно, что уволят, мало ли еще какие бывают бонусы. Ну, да, но тогда мы опять же возвращаемся, но мы хотим, чтобы в нашем государстве все было в порядке, а когда это касается, ну, от наших действий, тогда, да, я хочу премии, тогда я могу там что-то сделать, что мне кто-то сказал. Но я думаю, что и каждого человека должно быть понятие, ну, как он может свои принципы и свое достоинство соблюдать. Да, значит, человек просто вот боится, что его уволят. Поэтому вынужден. Но я скажу по своей практике, да, тут я тоже работала в публичном секторе, но всегда же есть, ну, достоинство твое, ты будешь нарушать, например, закон, если даже тебе есть угроза, что тебя уволят. Ну, я думаю, что нет. Ну, неужели вот во всех случаях нарушений, которые вы обнаруживали, везде абсолютно точно видно, что вот виноват чиновник, собственно говоря, он выгоду и получает, а не министр и не руководитель вот данного учреждения? Ну, до того и есть эти дисциплинарные расследования, где уже уточняется конкретная ответственность каждого чиновника. Если уже это доходит, ну, например, на уровень, ну, не знаю, руководства, министерства или учреждения, тогда мы тоже обращаемся к министру, к министру президентов, где уже говорим о необходимости смотреть на ответственность уже наивысших чиновников. А можете прецеденты вспомнить? Ну, мы очень много тоже говорили, например, ну, которые были насчет этих денег, которые вложены были, ну, крайбанки, которые делали с больницами, которые делали с латвиейс... латвиейс... не помню теперь название. Да, мы обращались... С больницами, имейте в виду кредит, которые были выданы больницам? Да, которые они уже вложили латвиейскрайбанкс, да, и это они делали, ну, по нашему мнению, неправильно и нарушаете эти, ну, правила, как они должны были делать, а эти, они деньги потеряли. Насчет этого мы обращались тоже к министру президентов, и это уже, ну, вопрос просили решить. Ну, он был решен? Ну, там продолжался и продолжается такой еще объяснительный переговор между нашей институцией и тоже к министру президентов, но этот вопрос еще не закончен. Давайте еще звонок примем, надевайте наушники. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А вопрос хотел задать. Пожалуйста. Это радио Болском? Это радио Болком, вы в эфире говорите. А, вот ситуация, вот смотрите, вот это ваш самый оппонент хотел вопросик задать, вот как должностное лицо, вот как она мне может ответить, что вот когда этот пропал Г-24, там многие миллионы, и нет украйнего, ну, как, кто-то подписывал, получал, вот мне просто интересно, как она это объяснит. Спасибо. Ну, конечно, государственный контроль всегда считает, что за каждого этого поступка стоит ответственное лицо, но то, что должно делаться уже правовыми органами, она должна найти это ответственное лицо. То, что должна делать государственный контроль и после нашей ревизии, мы должны информировать о тех нарушениях, которые мы должны, а потом уже оперативными методами найти именно виновное лицо и понять, какое оно нарушение, какое наказание, это уже есть работа правовых органов, потому что мы должны понять, какая разница между аудитным учреждением, какая разница между, например, правовыми органами, мы не, у нас нет таких возможностей, ну, протянать. Допрашивать. Допрашивать, вынимать документы. Наше дело таково, что мы интервируем, мы получаем те документы, которые ответственное учреждение нам предоставляет. Так что я считаю, что ответственность за все эти, ну, такие, ну, вообще страшные дела, они должны быть. Но это тоже, ну, это основной вопрос уже правовым органам. Ну, а в чем вы, где ваша система стопроцентно работает, так это, по крайней мере, информирование общественности, потому что даже если нельзя наказать конкретного чиновника и политика, то, по крайней мере, читатели вашего сайта хотя бы могут иметь возможность за него не проголосовать в следующий раз. Однако, несмотря на это, как бы кажущееся преимущество практически в каждой вашей ревизии или во многих из них, по крайней мере, есть часть информации, которая скрыта, то есть коммерческая тайна и так далее, и так далее. Вот объясните, каким образом, если мы говорим о государственных учреждениях, которые вы проверяете, вы же не проверяете, коммерческие структуры, почему там каждый раз находится какая-нибудь скрываемая информация? Либо это коммерческая тайна, потому что мы сотрудничаем с коммерческими структурами, тогда непонятно, почему государственные органы сотрудничают с коммерческими структурами так, что это надо скрывать. Либо речь идет о каких-то полусекретных данных, полусекретной информации, так что мы, читая эту ревизию, вообще в принципе не можем понять, о чем идет речь, когда там треть или две трети, в принципе, скрыто. Ну, поверьте, государственный контроль всегда хочет открыть всю информацию. Почему она закрывается? Ну, скажу, например, один только пример, ну, хотя бы этот рейкс нам порвал, вначале, когда мы обсуждали наш ревизионный доклад, они хотели вообще скрыть всю цифровую информацию, которая есть в этом докладе. Как это обосновывается? Это обосновывается так, что они работают тоже в ринге, и вся эта информация будет мешать их работе, обстановке ринка. И, ну, например, те компании, которые работают и обслуживают эти дома, будут узнать ту информацию, которая касается этого же предприятия, и они будут терпеть такие и, ну, троцаем мешать их работе. и это очень долгие переговоры с этой, ну, институцией, и тогда, и тогда, ну, я скажу, что это не были легкие такие переговоры, и мы закрывали действительно только той информацией, которая, ну, действительно, как-то могла бы давать информацию уже конкурирующим фирмам. Да, но даже если эта информация теоретически может помочь конкурирующим фирмам, мы ведь говорим о деньгах налогоплательщиков, которые, это, ну, условно говоря, наши здания, если они муниципальные, как бы, опосредованно наши, это наши налоги, которыми распоряжается Рижская дума и любой, в принципе, муниципалитет, в какой момент они становятся секретными? Ну, это тогда, когда эта фирма работает в обстановке рынка, это ее установлено тоже в законе, что если эта институция, ну, она считает и обосновывает, что это коммерческая тайна, мы должны соблюдать это. Но мы всегда, всегда очень внимательно, ну, смотрим на этот вопрос и всегда стараемся максимально всю информацию раскрыть, потому что, ну, поверьте, это не в наших интересах эту информацию скрывать. А не пытались ли вы как-то решить этот вопрос или проблемы на государственном уровне, чтобы этой скрываемой информации стало меньше? На счет скрываемой информации мы обсуждали этот вопрос тоже с Министерством юстиции, с Министерством экономики, но, значит, там такой, ну, тонкий вопрос. Конечно, есть взгляд с Министерства, ну, нельзя тоже мешать коммерческой деятельности и подвергать этих предприятий такому риску, но, с другой стороны, я, конечно, согласна, что максимально вся информация должна быть доведена жителей, но такого, ну, уже конкретного, ну, такого решения, что, ну, что-то надо менять и как-то делаться еще не достигнуто. Подождите, ну, вот реальная ситуация, когда, к примеру, на одном предприятии частная клиника или больница работает на коммерческой основе, а рядом есть государственная клиника или больница, которая работает на государственные деньги в том числе, то есть получается, что государственная больница может нам ничего не рассказывать о том, куда она эти деньги тратит, только потому, что у нее есть коммерческий конкурент, который может использовать эту информацию. Получается, мы не имеем права знать, куда наши налоги уходят и почему у нас очереди в больницах? Нет, нет, я говорю теперь о государственных предприятиях, у них есть это право, которые есть государственные просто институции, там нет такого вопроса. То есть, то, что называется государственным акционерным обществом, а у нас медицинские учреждения как раз так иногда и называются. Да, ну, их тоже у нас есть переговоры, есть ли такая информация, которая, но я скажу по моему опыту, насчет больниц, по-моему, у нас таких особенно проблем никогда не было. У нас проблемы насчет информации. Это, я кажется, примеры. У нас такие большие, ну, сори, больше были, например, вот Рига с нам, Парвалнекс, которые я помню, тоже насчет, тоже насчет таких предприятий, как Латвия Спас, пассажир Вилциенс, ну, таковы, которые... А у них тоже есть конкуренты частные? Ну, это информация и конкуренты, но эта информация тоже по их мнению показывает, ну, но ту информацию, которая, ну, чисто уже, ну, по их мнению коммерческая, Таня, ну, там... Еще звонок примем, надевайте наушники. Добрый день. Добрый день. Госпожа Кроменя, вот мы сейчас проинформированы, что действует, ну, негласно, наверное, вот хотелось бы от вас узнать такое правило, что к физическим лицам, то есть к частным лицам, один подход относительно ощущения, а к вот к чиновникам совершенно иной подход. Там иные суммы, иные, как говорится, необходимое соответствующее количество нулей, поскольку это нарушение основ основ наполеоновских кодексов, то идет двойная система как бы негласного законодательства, хотелось бы просто узнать. Вот данное правило, оно, кстати, ладья не исключения, это действует в странах, по сути дела, по всему миру. Вот данное правило, что вот один подход к частным лицам, другой подход к клану бюрократии, что, кстати, очень было развито во время СССР, номенклатура жила в другом мире, сейчас бюрократия тоже у нас живет в другом мире, вот это есть закреплено где-то официально или неофициально, или просто негласное правило, что у нас два мира. Один мир легальный, а другой мир какой-то нелегальный, полу-нелегальный. Спасибо. Ну, как привлекается к криминальной ответственности люди, конечно, это закреплено в законах, это не мое представление, и то, что, ну, наше мнение, что, конечно, это неправильно, я не считаю, что должна быть одна ответственность за нарушение в таком частном секторе, и другая ответственность за нарушение в публичном секторе. Каким образом вы обычно выбираете темы для своих ревизий, если речь не идет о министерствах, которые вы проверяете каждый год? Ну, каждый год мы проверяем министерства финансовых ревизий, но, конечно, мы выбираем темы тоже, которые касаются законности, целесообразности, но и там мы анализируем уже те, ну, те информации, которые уже есть в нашем списке. То есть вы работаете на основании сигналов, в основном говоря? Ну, не только сигналов, потому что мы проводим регулярно тоже такой обзор всех отраслей, где мы и сами уже анализируем все происшествия этой отрасли. Мы получаем, конечно, и сигналы, и письма, очень много нам пишут жители, и тогда, когда это уже все складывается вместе, мы выявляем те темы, которые наиболее важны. Но если мы говорим о наших, ну, таких целях на следующий год, мы, конечно, будем проверять здравоохранение, потому что я думаю, что мы все знаем, что там очень много проблем, будем проверять, как осуществляется ампуляторное речение, мы будем проверять пенсионные системы, потому что там это тоже касается очень много людей, это очень... Где вы ожидаете нарушений? Нарушений? Да, возможные нарушения. Ну, насчет пенсионной системы мы будем смотреть больше на такой вопрос, как ну, как Илспейг. Долгосрочная? Ну, долгосрочная, эффективная наша пенсионная система, это более будет направлено на такой спектр. То есть, условно, хватит ли денег на пенсии лет через 10? Ну, и то, может быть, и посмотрим, да, как эта система поставлена, как и она работает. На счет амбулаторной здравоохранения мы тоже будем смотреть, как работает эта система, но поставлена она так, чтобы, ну, она была, ну, хороша для жителей. Тоже будем смотреть, может быть, и расходную часть, все ли расходы, ну, целесообразные, соответственно, и нормативные макты. А вот школьные столовые вы проверить не хотите, учитывая последний булочный скандал? Ну, я скажу так, у нас где-то 120 аудиторов, и, конечно, нас на все вопросы не хватает, и если посмотреть, сколько у нас институций, которые подвергаются нашим проверкам, это, конечно, тысяча. Но мы всегда, ну, анализируем, берем во внимание все сигналы, так что, ну, я знаю, о чем вы говорите, и какой там вопрос, так что это нигде не пропадает, и в наших анализационных дисках это устанавливается. То есть, раньше или позже вы до них дойдете? Ну, я не могу сказать, ну, так точно, но мы будем смотреть. Может быть, ну, не сразу, или, может быть, будут и другие темы, которые будут актуальны, но мы это берем во внимание. Элита Круминя, государственный контролер, была гостем нашей студии сегодня, спасибо, что пришли. В студии работала Оксана Антоненко, звукорежиссер Евгений Копеин. Всего доброго и до свидания. До свидания.